Приветствую, друзья! Кто тут ленивый вообще? Вообще, разве человек может быть ленивым? Терпеть не могу таких учёных, которые научные статьи какие-то пишут, и книги, монографии даже этому посвящают, что человек ленив по своей природе. Или, например, что человек болен по своей природе. И приводят, например, такие данные, что вот я уже говорил как-то однажды на роликах, что есть в Институте психического здоровья целые выпуски сборников рисования больных людей. Так это же не болезнь в них нарисовала, а именно островок здоровья. И как можно сказать, что человек ленивый? Вот есть такой учёный, не хочу его имя даже называть, который говорит о том, что человек ленив, что думать тяжело. Ну, а я считаю, что человек творец. Ему лень, конечно, заниматься. Знаете чем? То, что не соответствует его талантам, не соответствует его способностям, не соответствует его мотивации. Потому что, когда вы занимаетесь любимым делом, вас не остановишь. Вы как пчёлка вкалываете. Да, даже и кушать забываете. Когда любимым делом занимаетесь, это вы входите в поток. Там вам помогает миллион, условно говоря, надмирных связей. Сама природа помогает. И как говорит Чиксен Михаи, там автомат включается, когда ты в потоке. И там, можно сказать, потом рисуя картину, уже забывая обо всём на свете. Да, ты потом можешь сказать, моей рукой водил Бог. Да, ну, потому что природа помогает. Какая там может быть лень? А вот лень бывает тогда, дорогой учёный, когда тебя заставляют делать не то, что имеет для тебя смысл. Где ты не видишь перспективы, где ты не видишь никакого значения в этой деятельности. Тупая механическая или подневольная работа. Вот её человек ленится делать. Конечно, что тут непонятного? Как можно не понять, что человек по природе творец? А почему я об этом говорю? Потому что, когда этот учёный, известный, говорит, что человек ленив по природе, какой вывод идеологический отсюда следует? Да. А вот какой вывод следует из того, что я говорю? Из того, что я говорю, следует вывод, что человек должен найти своё место в жизни, открывая свои творческие способности. И там он не ленится, наоборот, он там развивается. И вот как раз-таки школа человек будущего, Homo Futurus, как раз этому посвящена, что наше отношение к человеку не с презумпцией в виновности, что ты грешен, ленив, там и так далее, а что ты творец. И когда вот по этой идеологии с человеком разговариваешь, у него и открываются, и крылья растут. С другой стороны, друзья, есть такое понимание, что именно ленность человека создаёт изобретение, заставляет его создавать что-то новое. Почему? Потому что если он будет это делать именно руками, ногами, используя пространство и время, ему там на эти пробы и ошибки очень много времени надо потратить, много шишек набить. А когда он переводит это на уровень мышления, когда он, как говорится, на уровне виртуальной реальности, там создаёт что-то, думает, изучает, как говорится, на другом уровне совершенно, на другом уровне сознания, в другом психическом состоянии, то же самое в поточном состоянии. Ну, как говорил Тесла, да, он там в уме у себя погружался в какое-то состояние, иногда естественным образом, иногда сознательно туда погружался, я вас научу потом, как это делать, если хотите. И там продолжал думать, о чём думается. И там начинает он, это у него мозговая лаборатория. Вот его ленность, как говорится, делать это практически, и кроме того, что в обычной практике, там надо много иметь помощников, миллион помощников, которые тоже подносят материалы, тут же подносят винтики, шпонтики и так далее. Это же жизни людей, это целая история, это целая эпоха для человека. А вот в уме, когда делаешь, это называется моделирование. Ну, конечно, здесь тоже нужна обратная связь с деятельностью. А то бывает, что так нафантазируешь себе, без проверки на практике, что уйдёшь далеко от реальности. Поэтому надо сочетать способности Тесла заряться по заказу, сочетать с практическим взаимодействием с реальностью. Да, действительно, он так и делал, между прочим. Просто это происходило у него в виде башни какой-то, лаборатории, он же не просто в уме только это всё делал. Это такой процесс сочетания такого творческого эксперимента в голове своей, у человека, и практического эксперимента на практике. Это сочетание. Конечно, то есть некоторые люди, которые в голове так раскрутят какую-то идею, называется во рождении идеи, раскрутят, вот там услышат какую-то идею, начинают раскручивать, раскручиваете, совершенно с практикой не связываясь, не проверяя на эксперименте, без всякой обратной связи, начинают утверждать, что эта идея правильная. Мне повезло в жизни, потому что я свои идеи проверял на практике, причём в острых моментах жизни. Я и рисую, и очень многие такие вот любители живописи так видят, что там что-то оригинальное, а знатоки, знатоки искусствоведа писали мне хорошие заключения. Да, и то же самое я в практике как раз-таки во время подготовки чемпионов олимпийских или, допустим, выведения из острого стресса в Беслане, в Каспийский китляре, когда люди не могли думать ничего. Я им давал приёмы по своей модели работы мозга, потому что у меня идеологически отношение к человеку как к творцу, а не как к ленивцу и не как к грешнику. Потому что если ты будешь думать так, что человек по природе ленивый и что он грешный, ты его не поднимешь. Потому что человек по природе творец. Поэтому мы и назвали школу человек будущего Homo Futurus какими качествами, свойствами человек будет обладать в будущем, в тренде развития в эволюции через тысячу лет и открывать их сегодня в себе. Да, сегодня открывать. Потому что наше будущее внутри нас и наша задача открывать себя. Вот я рассказал, что такое отношение как к ленивцу человеку, как к больному отношению к человеку и отношение правильное с точки зрения нашей школы человек будущего. Поэтому, друзья, сами выбирайте, каких ученых надо слушать. До встречи. субтитры субтитры субтитры